Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Окна» на YouTube и YouTube-платформах российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». С вами я, ее ведущий, Фархад Ибрагимов. В нашей программе традиционно вместе с нашими экспертами, гостями мы обсуждаем, дискутируем и говорим о наиболее важных и заметных событиях, прошедших как у нас в стране, так и за ее пределами. Сегодня мы продолжим говорить о Ближнем Востоке, но еще и затронем международную повестку в целом, потому что событий, как вы понимаете, дорогие наши друзья, событий очень много, и, конечно, мимо них пройти невозможно. А поговорим мы сегодня с человеком, который, собственно говоря, профессионально разбирается в смыслах и тонкостях всех этих сообщений. У нас сегодня в гостях хорошо вам знакомый и любимый общественный деятель, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Иосиф Кедми. Из Израиля он к нам подключается в нашу студию. Яков Иосифович, я вас приветствую, спасибо, что нашли время с нами сегодня поговорить. Добрый день, я вас тоже приветствую. У нас сегодня вечером опять праздник, у нас вся жизнь праздник. С праздником, с праздником, так называть, Яков Иосифович. Спасибо огромное, что нашли время с нами сегодня поговорить. Даже вот нашли для нас время и, собственно, решили его для нас уделить. Для меня лично это большая честь, я этого, собственно говоря, не скрываю. Яков Иосифович, у меня вопросов к вам довольно очень много. Ну, начнем по традиции, наверное, с Ближнего Востока, да, вы находитесь в гуще событий, что называется. И как никто другой лучше знает и тонкости этого региона, и вообще все то, что происходит вокруг него в целом. И я тут раскрою, наверное, уже не секрет, по большому счету, для наших зрителей, что то, что вы говорите, оно, по сути, сбывается. Так уж получилось. Я не знаю, совпадение это или нет, но это по факту. На прошлой нашей программе, которую мы с вами записывали, две недели назад, вы сказали довольно точно по поводу уже ныне, получается, убитого, значит, главы Хамас, Яхи Синвара. Вы сказали, что, ну, мы до него доберемся. Мы, по-другому, имея в виду израильские силы, израильскую армию. Собственно говоря, спустя неделю так оно и получилось. Значит, Цахал, армия обороны Израиля, добралась таки до лидера, значит, группировки Хамас и его ликвидировала. Ну, собственно говоря, Яхи Синвар считается одним из авторов сценарии трагедии 7 октября. И, по сути дела, спустя год, но Израиль своей цели добился и, по сути, обезглавила движение. Яков Федорович, что можно по этому поводу сказать, как бы вы это сейчас прокомментировали, и что сейчас ожидает Хамас в будущем по этому поводу, потому что сейчас очень много спекуляций на эту тему возникает. Во-первых, с самого начала, и у нас это уже традиция, не раз это было и в прошлом, министр обороны объявил уже 7 октября прошлого года, когда совершилось это террористическое нападение Хамаса, он говорит, все ответственные за это, мы до них доберемся, все они будут ликвидированы. И так оно и произошло. То есть, все руководство Хамаса ликвидировано, как политическое, так и военное, и разницы там принципиальной не было. Все, кто находились в Газе, все, кто принимали участие, и высшее руководство Хамаса, которое также не находясь в Газе в данный момент, имело к этому отношение. И мне немножко напоминает то, что происходило с Сенваром, то, что происходило на Украине и в Прибалтике в 1945-1949 году, когда бандеровские ублюдки прятались в то, что называлось хронах, вылезали, кого-то убивали, и постепенно их выкуривали и уничтожили одного за другим. При всей разнице, как это было, смысл был такой. Тогда их ликвидировали практически всех, или арестовали. То, что потом Никита Сергеевич по глупости, по злому умыслу, по недомыслию, всех их выпустил через три года, и до сих пор Россия и Украина пожинают результаты этого, это ясно. То же самое было в Прибалтике с лесными братьями. Так что вопрос был, он прячется, перебегает из одной норы в другую, из одного подземного укрытия в другой, из одного тоннеля в другой. Мы это все обследовали, потому что каждый туннель, в который мы походили, мы искали его следы и находили. Например, когда они расстреляли шесть заложников, убили их месяц назад с лишним. Потом, когда мы обследовали все близлезащие туннели, оказалось, в ста метрах в другом туннеле находился Сенваров. Мы нашли с виды его ДНК. Потому что когда мы ищем, мы ищем все, включая все анализы. То, что мы видели, он там был. Как нашли, в данном случае сообщили. Он высморкнулся в бумажную салфетку и выбросил ее. А мы все подобрали, все проверили, а что ДНК там был. А его ДНК у нас, конечно, есть. Мы же его лечили. Но если перейти к более серьезным делам. Практически с ликвидацией Сенвара ликвидировано все руководство Хамаса в секторе газа. Если до этого во главе Хамаса был Сенвар, который руководил всеми операциями из газа. И он определял. И ждали его ответа. И египтяне, и катарцы, и американцы. И мы на те или иные предложения в переговорах о освобождении заложников. И за завершение этой операции в газе. Сегодня искать некого. Его нет. Вместе с ним руководил больше политическими международными связами Ханиа, которого мы ликвидировали в Иране. И сейчас такая ситуация во главе Хамаса. Они должны поставить кого-то. И руководство Хамаса, которое за границей, не в газе, оно и выберет руководителя. Скорее всего, это будет Маша. Известный. Он был в руководстве Хамаса. И что это означает? Сенвар был наиболее агрессивный и наиболее экстремистский из всех. И он по заявлениям и египтян, и катарцев сорвал очень многие предложения. Исходя из своих соображений, он изговорил. Ханиа был очень близок к иранцам. А Хамас это же не иранская и не проиранская организация. Это не иранская. Да. И там многое зависит от тех или иных, которые... Маша, он, мягко выражаясь, в очень плохих отношениях с Ираном. Он не ездит в Иран. Он в очень плохих отношениях с Турцией. Даже так. И он не находится в газе, он не боевой, не полевой командир. И это может повлиять на всю дальнейшую политику и игру Хамаса. А на кого опираться и что делать? Маша, где живет всю жизнь? Ну, после того, как не удалось нам его ликвидировать 20 с лишним лет назад по ошибке в Омане. Он в Катаре. Он живет в Катаре. Он очень богатый человек. И все его связи именно там. Страны залива. Княжество залива. А это другое. Это не Иран. Это не Турция. Это не катакомбы газы. Это не военные операции. Это все может повлиять на Хамаса. На его будущее развитие. Такая сегодня ситуация. Сейчас делаются попытки начать заново переговоры. Опять уже на новых условиях с новыми людьми. Ну, неважно. Оплакивали вы с инвара. Не оплакивали. Какая разница? Дальше надо решать проблему. Люди в газе живут. И те или иные водеиные действия продолжаются. Не очень значительные. Не очень интенсивные. Но идет прочесывание местности более или менее. Но серьезных операций нет. Потому что армия давно уже сказала. Мы свое дело в газе выполнили. Мы ликвидировали политическую структуру Хамаса. Мы ликвидировали военную структуру Хамаса. Те отдельные, которые прячутся по тем или иным нормам, переходят из одной точки газа в другую и пытаются там стрелять. Два, три, четыре человека открывают огонь и потом убегают. Ну, это не военная операция с ними заниматься. То есть решение вопроса в газе должно быть политическое. Политическое решение. Армия говорит, мы в этом не участвуем. Мы должны находиться, пока там они пытаются грабить транспорт с продовольствием и все. Но это то, что надо решить. И поэтому все ждут политического решения. И теперь, когда выкарстализовывается новое руководство, уже можно об этом говорить. И потом, всегда это имеет большое значение. Одно дело, когда люди, которые руководят той или иной организацией или общественной структурой, находятся в этой стране. А такое дело, когда они в эмиграции. Как известная президент Белорусской Республики, специалистка по котлетам, которую признают. Но она все время, она прыгает там из Вильнюса в Варшаву, из Варшавы в Германию, из Германии туда. Ну, можно к ней обращаться. Как угодно, госпожа президент. Но ее влияние на то, что происходит в Белоруссии, в данном случае, в Хамасе, с Хамасом, это не точно такая же ситуация. Но, в принципе, руководство Хамаса находится вне газа. И это оказывает свое влияние. На их авторитет, на их решение, на все. Потому что есть одно дело, когда Синвар сидел вместе с ними в туннелях и в погребах. Да, у него были деньги. И сейчас у него нашли там десятки тысяч шкалим израильских. Он всегда. И в каждом месте, кто был, находили деньги. Но он вместе с ними. Он не находится в шестизвездочном отеле на берегу залива. И не ходит в костюмах, цена которых это доход жителя Газы за 2-3 года. Это все-таки оказывает свое влияние. Так что посмотрим, что будет решаться. Другая проблема, которая в Газе, она существует. Она не военная, она связанная с военным. В Газу поступает продовольствие. Но транспорты, которые приходят, Хамас их разграбляет. То есть боевики Хамаса, кто-то видит транспорт, вылезают. Грабят все, что есть. Потом продают на рынках. И на этом они зарабатывают. Это их доход. Потому что деньги теперь в Газу не поступают. Раньше, когда каждый месяц 30 миллионов долларов наличными ввозили в Газу, сегодня этого нет. Оружие не поступает. Деньги не поступают. Но проблема, как добиться того, чтобы это продовольствие, которое было, поступало в руки людей, а не Хамаса. Для этого нужно что? Гражданская власть. И об этом сегодня опять возвращаются споры и споры. Но все больше и больше. И американцы уже склонились. И все склонились. Гражданская власть должна быть установлена на базы арабов Газы. И решающую роль там должны играть силы палестинской автономии. То есть Абу Мазан, Махмуд Аббас и Организация Совпоряжения Палестин. А не Хамас, который, еще раз повторяю, он не является членом Организации Совпоряжения Палестины. И представители Хамаса сказали, если нога Махмуда Аббаса ступит на землю Газа, мы его ликвидируем. То есть об этом сейчас идут переговоры. До ликвидации Синвара уже представители Хамаса в Европе. Не в Европе, а в Заливе сказали. А мы можем согласиться на такой вариант. Власть перейдет к автономии. Мы только хотим, чтобы часть наших вооруженных сил сохранила возможность организационной структуры и легкого стрелкового оружия. Под властью палестинской автономии. Яков Ильич, ну вот такой момент. Правильно ли мы понимаем, что на самом деле Израиль не претендует на сектор Газа, не собирается его брать под свой контроль. И то есть он готов предоставить ему автономию и не вмешивать свои внутренние дела. Нет, даже не автономию. Автономия это когда какая-то другая страна управляет. Нет. То есть автономия в том смысле, что все вопросы в секторе Газа будут решать сами арабы. Не мы. А, арабы. Арабы из Газа, арабы вместе с представителями Саудовской Аравии и Египта. Как они решат это их? Мы нет. Нас интересует только одно. Чтобы больше со стороны сектора Газа не было подобных атак, которые были. Поэтому мы оставляем за собой право. Как только мы видим, что образуется та или иная террористическая группа или начинают опять производить ракеты и организовывать те или иные подразделения, как это было, тогда мы оставляем за свое право вмешаться и это ликвидировать. А все остальное пусть они занимаются сами. И израильские войска не должны быть в Газе. И это еще заявил с самого начала Натаняву. Он говорит, мы не собираемся оккупировать Газу. Не для этого мы ушли из Газы. Мы не собираемся управлять Газой. Мы собираемся только гарантировать нам безопасность нас и наших поселений, чтобы не повторилось то, что было. А какое там будет? Да, у Натаняву из-за его политической концепции и его компаньонного правительства, он против того, чтобы власти автономии управляли в Газе. Но нет практически другой силы, которая может управлять Газей, кроме как власти автономии. Несмотря на то, что Хамас их разгромил и многих ликвидировал, когда он захватывал власть в 2007 году, очень много там находятся до сегодняшнего дня членов Фатаха. И они до сих пор получают зарплату от Фатаха. Это очень интересно. Они продолжают. Но они сидят тихо, потому что пока там была власть Хамаса, за это можно было похлотиться головой. Сегодня, опять-таки, я говорю, все арабские страны, и Соединенные Штаты, и Европейский Союз, И очень многие в Израиле, включая в армии, говорят, власть в Газе реально перейдет и должна перейти к властям палестинской автономии. Потому что, если даже это перейдет потом и приведет к палестинскому государству, ну, такова историческая, такого развития истории, таковое развитие событий. Даже если кто-то в Израиле этого не хочет, но остановить это невозможно. Примерно так же, как арабы не хотели, чтобы было еврейское государство, но они не смогли это остановить. В данном случае мы, в других условиях, мы не сможем это остановить. Абсолютно. Нам надо только гарантировать, чтобы оно не было для нас угрозой, и все. Вот, Яков Иванович, одно дело, когда все-таки Израиль идет на, скажем так, по сути, уступку, и предлагает мир, предлагает возможность коммуницировать, и хочет, судя по вашим словам, из заявления премьера Израиля Бениамин Нетаньяху, о том, что арабы должны сами свою судьбу решать. Но у некоторых людей есть опасение, что, условно говоря, завтра вновь возникнет некий аналог Хамаса, который будет тоже включать в себя радикалов, террористов, которые вновь попытаются устроить Израилю трагедию 7 октября, теракт 7 октября. А вот как по этому поводу, что вы могли бы сказать? Ну, я могу сказать, я могу сказать такую вещь. Те, которые говорят, что вот население и прочее заставят. У нас уже с 79-го года мирное соглашение с Египтом. И сегодня большинство населения Египта против этого. Израильская и Египетская граница спокойная. Никаких проблем нет. Ну, кроме контрабандистов и бандитов, и наркоторговцев, которые пытались проходить. Все тихо. У нас хорошие деловые отношения с Египетской армией, с Египетской службой безопасности, с Египетской разведкой. То есть, это говорит о том, что да, возможно, при всем том, при тех исторических проблемах, которые были, а самая мирная, самая спокойная граница с Египтом и сегодня. Мы говорим с Орданией. И Ордания, 75% населения Ордани это палестинцы. И большинство населения Ордании тоже не хочет отношений с Израилем и мирного соглашения. Я бывал в Ордане, я был в Ордане. Я был в Омане. Я видел, я встречался с ними, с военными встречался, с иорданцами. В гостинице жил, они все знали, что я израильтян. Но отношения с Иорданией, мирное соглашение, я помню, я был на его подписании, когда король Хусейн покойный приехал в Израиль, возле Илата, в 1994 году. Это отец нынешнего короля Абдалла II, да. И отличные отношения. И отношения с иорданской армией. И даже, и понятно, между разведками и службами безопасности. И две последние атаки иранцев ракетами и беспилотниками против Израиля. Иорданская авиация сбивала их над своей территорией. И в одном из самолетов, F-16, который сбил иранскую баллистическую ракету, сидела дочь Абдалла, она военный летчик. То есть, да, есть какие-то исторические счеты, есть историческое память, но отношения между государствами могут быть. И это доказательство того, да. То же самое может быть и с палестинской автономией сегодня. И сегодня. Если кто-то говорит о том, что завтра взорвется арабское население на территориях, основной фактор, который их останавливает, что служба безопасности палестинской автономии. Они их держат. И когда к ним люди из Хамаса, из ячеек Хамаса, когда мы начали их отстреливать на территории иудеи из Тамаре, побежали в орданскую полицию и сказали, мы сдаемся, возьмите нас, возьмите нас в тюрьму, спрячьте нас от азраильтян. Что им сказали? Шли вон. Шли вон, сдайте оружие и убирайтесь. И они ушли. То есть, вещи государственные, они намного более сложные. Если кто говорит, невозможно полагаться на арабов, возможно. Мы живем с ними. Сегодня, если бы одна из целей нападения Хамаса была сорвать новую волну установления нормальных дипломатических отношений между Израилем, Саудовской Аравией и другими арабскими и мусульманскими странами. Потому что если бы не произошло этого нападения, они уже уже были сейчас. Я не хочу рассказывать, какие у нас отношения с Саудовской Аравией. Вообще там. А какие они были 30 лет назад? Вот о чем речь. А какие у нас отношения были всегда и с Пакистаном, и с Индонезией, и с другими арабскими странами. Я уже не говорю про Марокко. Еще с 50-х годов. Да. О них никто не знал. И никто еще не знает, кто из израильских государственных деятелей и когда посещался он в Саудовской Аравии. Правда, он не поехал в Мекку, все-таки надо уважать их. Но в Джедлен были. Яков Федорович, не могу просто вас не спросить. Накануне появилось сообщение на лентах информагентства о том, что семеро израильтян подозревают о шпионаже в пользу внимания Ирана. Об этом сообщила, собственно говоря, израильская контрразведка Шабак. По данным ведомства, преступная деятельность группы продолжалась около двух лет. И за это время за деньги было выполнено около 600 заданий. 600 подозреваемые фотографировали военные базы, в том числе и те, по которым наносился удар во время атаки 1 октября. Все подозреваемые – жители Хайфы и севера страны. Собственно говоря, среди них солдат-дезертир и двое несовершеннолетних. Собственно, помимо прочего, репатрианты подозреваются в фотографировании и сборе информации об армейских базах, в том числе базах израильских ВВС в Неватим и Ромат Давиде и комплексе генштаба Кирия, если я правильно оставлю ударение, в Тель-Авиве. Яков Ильич, вы слышали про эти сообщения? Если да, что можно по этому поводу сказать? И что ожидает, собственно говоря, ну, по сути говоря, людей, которые изменили свою родину? Ну, во-первых, она была опубликована об еще нескольких группах. Было двое молодых людей, тоже из новых репатриантов, но не относящихся к этой группе. Пару дней назад было опубликовано об аресте группы семь человек арабов Восточного Иерусалима. Они были гражданами Израиля, потому что арабы Восточного Иерусалима граждане Израиля, и тоже работали на иранскую разведку. Наша служба безопасности говорит, что иранская разведывательная служба, они очень активны в попытках завербовать израильтянам. Иногда им это удается, когда много. Все, которые были, кроме двух арабов, которые в последней группе, делали это из-за денег. Они говорят, а нам деньги нужны были. Ну и плевать нам на страну. А нам деньги нужны были. А у меня денег не было, а мне не хватало. Один, второй, третий. Только два араба из тех семи, остальные тоже за деньги, говорили, а мы это делали из солидарности с нашим народом и пытались помочь Ирану, как говорится, сознательно и идеологически. Постоянно иранцы работают на этом, постоянно. Были такие случаи раньше. Они пытаются или это сделать, так же, как делает украинская разведка, абсолютно точно, и другие с жителями России, через интернет, попросить, сделай то, ну, небольшую такую вещь, мы тебе перешлем битконт, напиши такой-то лозунг, подожги машину. Вот это арабская группа, и начали с тобой, им сказали, подожгите там и там машину. Просто. Или напишите такой лозунг. Ну, тот же самый путь, методы, методы вербовки, они универсальны во всем мире. Много израильских туристов в свое время было и до сих пор приезжают и евреи, и особенно арабы в Турцию. А Турция граничит с Ираном. И в Турции очень много иранской агентуры, которая занимается именно этим, выслеживать израильтян, попытаться тех или иных завербовать, или евреев, или арабов. Неважно, арабам удобно в Турции. И очень много подходов делают, и очень много попыток. Ну, когда делаешь много попыток, можно завербовать. До сих пор что-то более серьезного, чем то, что произошло, нет. Но то же самое, как в свое время египетская разведка вербовала бедуинов или других. Говорят, вот, пойди, сиди там, считай, сколько каких машин по дорогам ездит. И мы тебе поставим силуэт, и ты скажешь, какие. И вот такая база, покрутись там, попасти своих овец возле нее. Сейчас то же самое сказали. Вот есть вход на базу, вот поставь два аппарата незаметных, а потом передай мне нам эти все снимки. Мы хотим видеть, кто, когда, какой порядок там, кто приезжает, какие машины, какие номера, какие люди, что заезжает. Это обычная вещь. Да. И деньги, деньги всегда имели большое значение. Деньги являются основным инструментом вербовки, например, у ЦРУ и у МИ-6. Да, всегда. Это всегда работало. Есть и другие методы, но в данном случае деньги наиболее эффективны. Яков Иосифович, из Ближнего Востока мы хотим переместиться в другой регион, в регион Южного Кавказа. 26 октября в Грузии проведут парламентские выборы. Оппозиция к ним очень довольно активно готовится. И многие эксперты и политологи сводятся ко мнению о том, что, скорее всего, стоит ожидать новую цветную революцию, революцию Рос-2.0. Потому что в Грузии, видите ли, нарастает недовольство нынешними властями. Хотя это очень много, на самом деле, вопросительных знаков можно поставить под этим термином. Но, тем не менее, такие разговоры идут. И, вероятнее всего, какие-то попытки предпримут для того, чтобы насильственным образом легитимную власть либо скинуть, либо оспорить победу, в случае чего, если правящая партия эту победу на выборах одержит. Что можно сказать по этому поводу? Как вы видите эту ситуацию со стороны? Потому что, собственно говоря, Грузия очень важная и значимая страна для региона в целом. Я отвечу на этот вопрос, но я хотел бы сейчас осветить еще одну проблему, которая может быть интересна, которая всплывала в последнее время. Так, пожалуйста. Произошла утечка информации из американской разведки о планах Израиля на удар по Ирану. Да, кстати, да. Что было на самом деле? Документ, внутренний документ. Анализа американского управления, одно разведслужб, которое занимается отслеживанием Израиля, но не агентурной работой, а съемками со спутников и прослушиванием электронным и различных сетей. что пытается, что пытается отрабатывать израильская армия к атаке на Иран. И какие учения проводят, и что они предполагают. То есть, это не утечка документа, который создан в Израиле, израильской армии и планы нападения или планы атаки, а оценка по наблюдениям Америка, одного из американских агентств. Это важно. Второе. Утечка произошла, и сейчас американцы обнаружили. Одна из работниц этого управления, этой службы, с очень высоким, очень высокой степенью допуска, она занималась это непосредственно, она и слила это журналистом. Сейчас ей занимаются ФБР и отдел безопасности разведслужб. Интересно в отношении этой женщины один факт. Она уроженка Ирана. И не еврейка из Ирана, а у нее чисто иранское происхождение. Но она ребенком еще жила в Соединенных Штатах. Так что это в отношении того, о чем идет речь. Второе. Что там они обнаружили? Они обнаружили по ее наблюдениям, что, во-первых, основной вид атаки, который Израиль планирует, это удар ракетами. Баллистическими ракетами двух видов. Баллистические ракеты наземного базирования. И они отметили передвижение этих баллистических ракет. И попытки Израиля прикрыть, замаскировать их движение, и их расположение, и их подготовку. И баллистические ракеты, у нас есть баллистические ракеты воздушного базирования. То есть в свое время, когда обсуждался вопрос создать у нас ракетные войска, ВВС победили. Они сказали, хорошо, давайте будем создавать ракеты воздушного базирования, баллистические, которые будут запускаться с самолетом. Потому что, когда запускаешь с самолетом, это более удобно. И вот труднее обнаружить точку запуска. Самолет взлетел, он может запускать ее с любой точки. И ракета более эффективна, когда самолет ее запускает. У нас есть два вида ракет. Нашего производства, а не американского. Каждая из них радиусом действия примерно... Но одна, она уже давно на вооружении, около полутора-двух тысяч километров, а новая еще никто не знает, какой радиус. И вот этими ракетами будет наноситься удар по Ирану. Это то, что американцы обнаружили. Десятки этих ракет, десятки этих ракет. Они искали следы, но не обнаружили наземные операции в Иране, поскольку в Иране у нас есть спецподразделения, которые прошли тренировку и подготовку для наземной операции и на территории Ирана, если понадобится. Они не обнаружили подготовку этих подразделений, хотя их очень трудно отследить. Вот и все, что об этом говорится. Этот американский документ, это то, что поняли американцы из своих наблюдений, какими средствами Идра будет оперировать. Они ничего там не указали, вероятно, это не входило в их понимание. А что будет делать флот? У нас же ракеты есть и на подводных лодках, и на этом. Они не смогли определить, что готовятся ли или к чему наши виды оружия, которые американцы считают ядерными. На этот счет у них ответа не было. Они искали следы, ничего не обнаружили. Это не значит, что нет. Или плохо искали, или хорошо, мы все спрятали. Но вот так. Это все, это факты. Все остальное домыслы и размышления. В Грузии и у американцев, и у европейцев. А у американцев особенно. У европейцев меньше, но то же самое. У них отношение ко всем другим народам. Особенно к тем, кого они считают туземные народы. Ну, Кавказы, они же туземцы, они же не мы европейцы. Какая-то Турция там еще прется в Европу. Тоже. Оно сверху вниз, снисходительное, с полупрезрением. С неуважением. И оно сопровождается также тем, абсолютное неуважение к национальным традициям, к национальным понятиям. Вообще к культуре этих стран. Да и знать это не надо. Вот должны жить, как мы. И они, для чего им всем нужны были, для чего им нужна была Грузия, для чего им нужна Армения. Для чего им нужна Молдова. Для чего им нужна Украина. Только для одной цели. Против России. И поэтому они пытались использовать все методы для того, чтобы превратить эти страны в инструмент против России. Ну, Саакашвили это продвинулось очень далеко, даже быстрее, чем они хотели. И закончилось, как оно закончилось. Но кроме того, у них еще понятия абсолютно неверные. С такими понятиями столкнулось в свое время советское политическое руководство, не разведка. И не военные в Афганистане. И вот я могу это по факту. Было обсуждение действий и в советской армии в Афганистане. И приехал представитель политбюро на совещание и сказал, а вы должны сделать то-то и то-то. И вы должны в вашей деятельности опираться на сознательный пролетариат Афганистана. Представитель КГБ извинился, сказал, извините, товарищ такой-то. В Афганистане нет пролетариата. Нету! Какой прогрессивный пролетариат? Какой ведущий класс? Нету такого. А он сказал, найдите. Ну, вот и искали. И вот такая же идеологическая тупость проявили сейчас европейцы и американцы. они пытаются не просто заставить Грузию быть основным на Кавказе антироссийским элементом, потому что с Арменией это не получается. Армения другого качества и нет общей границы. Они пытаются навязать Грузии, как и другим народам, совершенно нагло, то, что им удалось навязать на Украине в Европе, свои нравственные нормы. И когда надо знать историю Кавказа и культуру Кавказа, особенно грузинок. Ну, не может быть в Грузии пи***я, ну, не может. Ну, не может. Это извините. Это не Украина, это не Польша, это не Германия. Это Грузия. На что вы руку подняли? На семью? А второе, они начали говорить, что надо поменять грузинскую церковь. она слишком пророссийская. Но пророссийская они говорят, если она не антироссийская, значит она противороссийская. И подавают руку на патриарха. Ну, это же Грузия. Это православная Грузия, которая сохраняла свою религию, свое православие все годы от всех попыток их уничтожить. И даже грузины, которые живут сегодня в Турции, полтора миллиона, которые перешли в ислам, они считают себя грузинами. То есть надо понимать этот народ, эту культуру, это разнообразие, потому что Грузия это много племен. Они ничего не понимают, они хотели Грузию формальным образом изнасиловать против ее культуры, против всего. И это как раз то, что возмущает больше грузин. Я напомнил Грузии, у американцев свое представление о других народах, и о грузинах, и об украинцах. Вот лет 20 назад, по-моему, я точно не помню, начальник объединенных штабов американской армии, у него была интересная фамилия, Шаликашвили, грузин. Грузин. Ну, все было хорошо. А папа его был капитан СС в грузинском легионе. Было небольшое количество грузин, из которых немцы организовали грузинский легион. Небольшой. Вот эти должны предписывать Грузии подобные, как сегодняшний президент Грузии. Она грузинка, но она из Франции. Она не из Тбилиси. Она не из Сантреди. Она не из Батуми. Она из Парижа. пытается вот эту грязь, эту мерзость, которую сегодня завалила Европу, затопила ее, вести в Грузию. А грузины не хотят этого. И, может быть, по происхождению она грузинка, но по всем мыслям, по всему она никакого отношения. Она не понимает свой народ. Она пытается из него сделать что-то, на что он не хочет идти. Как в Молдове. Она гражданинка Санду. Она гражданинка Румынии. Кстати, да. Она проводит закон. Нет молдавского языка, есть румынский. Вся ее цель, которую пытаются замазать, повесить там, говорят о свободе, демократии и прочее, цель другая. Втащить Молдавию в Румынию, чтобы она была как часть Румынии. Они не понимают, не знают своей истории. Молдавия вошла в Россию в Россию в 12-м году. 1812-м. А Румыния появилась на карте с помощью российской армии через 60 лет. Не было тогда никакой Румынии, когда Молдавия вошла в состав России. только через 60 лет объединили эти княжества в Румынии в результате русско-турецкой войны. То есть общее во всех этих моментах это попытка, не зная, не понимая, против интересов, против природы, против культуры, против цивилизации этих народов, навязать им чуждые порядки, чуждую нравственность и толкнуть их на политические авантюры, которые ничего полезного для этих стран не принесут. И сегодня, когда ожила Грузия в последние годы? Когда возобновились связи с Россией? Когда начались туристы? Турообмен, другой обмен. И если бы не эта провокация Саакашвили, то все было бы по-другому сегодня. Но им это не выгодно. И поэтому, я уже говорил, самое большое посольство Соединенных Штатов находится в очень важной мировой державе. В самом центре мира. В Ереване. И оттуда они пытаются взорвать Кавказ. там, где могут. Ситуация сложная. Вот я вам скажу, Яков Юрьевич, что сейчас на самом деле на наших глазах происходит переформатирование мира. И на мой взгляд, одним из важнейших скажем так событий, которые мы сейчас с вами наблюдаем, это саммит БРИКС, который проходит в городе Казань, в России. Именно Россия является в этом году хозяйкой этого саммита. И в Казань прибыли и председатель КНР Сидзимпин, и глава Индии на рендером моде. Кстати говоря, они проводят впервые за долгое время двустороннюю встречу на российской площадке, кстати говоря, что очень важно. Прибыл и Эрдоган прибыл, и новый президент Ирана Пизышкиян, Азербайджан Ильхам Алиев также участвует в мероприятии. Ну и я уже не говорю про президента ЮАР, про президента Эмиратов и так далее и тому подобное. Египетский президент приехал. Как бы вы охарактеризовали влияние БРИКС в мире, что могли бы по этому поводу сказать и насколько важен этот формат для формирования нового миропорядка? Во-первых, чтобы люди лучше понимали, когда говорят о БРИКС, не надо проводить механических аналогий с другими системами. Ни с Европейским Союзом, ни с НАТО, ни с чем. Во-первых, даже с ООН. БРИКС это не организация. Это объединение. неформальное. У БРИКС нет устава, нет условий, нет правил. То есть это объединение стран, которые хотят развивать взаимные отношения между странами на двух принципах. Первое равноправие. Все страны участники БРИКС имеют одинаковые права и никому ничего не навязывают. И многополярность. То есть нет более главных или менее главных. Это приличает мелкие государства, небольшие, которые могут сидеть на равных правах за одним столом. И с Россией, и с Китаем, и с Индией. великие державы по всем понятиям. Но там это не чувствуется. Вторая, другая отличительная черта БРИКС. В БРИКС нет никаких правил обязательных для ее членов. То есть вы вот там, где ваши интересы и общие интересы совпадают, давайте это обсуждать. Но никто никогда в БРИКС не ставит никаких условий по отношению к третьим сторонам. Как это происходит? Ни в ООН, ни в Европейском Союзе, ни в другом. Ни в каком вопросе, ни международном ни кем. То есть отношения между странами БРИКС, они не обусловиваются, а вот вы должны по отношению к этой стране внутри проводить такую-то политику или не проводить. То есть там нет никакой, грубо говоря, обязаловки. Поскольку доллар и финансовая международная система, они на нас оказывают давление на каждую страну по-своему, в интересах, чтобы была альтернативная система, которая может решать наши финансовые проблемы без политических условий, без диктата, без того, чтобы она заставляла нас. Мы не против доллара, но если доллар нас берет за горло, нам нужно решать наши финансовые проблемы между собой. Доллар пусть развивается, кто хочет, пожалуйста, мы только пользуемся долларом. Но тут нужна альтернатива. То есть БРИКС более свободное, абсолютно равноправное объединение, в котором каждая страна может осуществлять то, что ей необходимо продвигать из ее национальных интересов без какого-либо давления. И не запрещается хорошо, вы можете быть БРИКС и в любом другом международном объединении. Но тут Франция возмущается Яков Фёсич. Макрон говорит про то, что как это так получается, почему это видите ли, 24 глав государств прибыли в Россию, почему 44 страны вообще участвуют в саммите БРИКС, Европа вообще, надо сказать, очень достаточно жестко реагирует на то, что и глава Китая, и Индия приехали в Казань и считается, что вообще надо, чтобы Россия была в изоляции, а это как-то не по правилам игры. Макрон очень возмущен, например, тот же самый Шольц тоже недовольство выражает по этому поводу. Ну, я уже не говорю про Белый дом в Америке. Пусть посмотрят в зеркало. Они виноваты в этом. БРИКС родился, родилось это объединение и развивается, потому что существующие объединения во многих своих действиях стали противоречить интересам государства. Есть одно условие БРИКС абсолютное для всех. По отношению к странам, членам БРИКС, страны БРИКС не применяют никаких санкций. Международные санкции, политические, военные, экономические, блокады, они запрещены в международных отношениях. Этого не может быть. Этого не может быть. И поэтому те страны, которые готовы идти, а это страны, которые начали развиваться. А старый мир хочет продолжать управлять этими странами. Ведь если посмотреть, это не деление стран север-юг, это деление в мире сегодня стран, которые были колонизаторами, стран, которые были колониями, не хотят больше быть. И не хотят быть свободными как будто бы понарошку. То есть вроде бы эти африканские страны, они свободные, вот мы им дали, у них есть флаг, у них есть свои обычаи, а мы ими играем за ниточки, как Франция в Африке была, как Великобритания, как американцы делают. У нас не было своих колоний, но мы управляем миром. А те, которые не хотят быть управляемыми, они хотят проблемы решать. Вот сейчас в Индии серьезно разрабатывают, начали уже договариваться с Китаем, как окончательно похоронить пограничный конфликт в Гамалаях. Потому что в Индии пришли к выводу очень быстро, что поддержка Индии Западом и Соединенных Штатов, она не потому, что они заботятся об Индии, а хотят использовать ее против Китая. А индусы своевременно опомнились и сказали, наши проблемы с Китаем, мы решим с ними, но вы никто не будете использовать Индию в ваших интересах. Как они выламывали руки всем странам, которые поехали сегодня в Казань, особенно Латинской Америке и в Африке, не смейте ехать туда, пытаясь заставить их не участвовать во встречах. Тем самым они играют против себя. суть не меняется. История как еще раз подчеркивает опыт и практика циклично, методы просто изменились, а суть к сожалению осталась одна и та же. Яков убежден в этом по достоинству оценят нашу сегодняшнюю программу и дадут свою оценку тому, что происходит вокруг нас с вами. Яков очень огромное спасибо еще раз. Дорогие друзья, у нас сегодня был в гостях общественный деятель, экс-руководитель израильской спецслужбы Натив Яков Кедми, он к нам сегодня выходил на прямую связь из Израиля. Традиционно уже. Вы смотрели программу Окна на YouTube и Руту платформах российского информационно-аналитического агентства Вестник Кавказа. Также вы можете нас смотреть на платформе и ВК-видео. Подписывайтесь в телеграм-канал Вестник Кавказа и Вестник Кавказа на YouTube. Читайте нас все последние сообщения и новости на сайте вестикавказа.ру С вами был Архат Ибрагимов. Всего доброго.